В Дагестане состоялся Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Более 400 работ боролись за звание лучших. Наша телерадиокомпания получила две престижные награды в разных номинациях. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Участники, представители региональных филиалов ВГТРК, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, представили свои работы по сохранению народных традиций и межнационального и межкультурного диалога. Ведь руководство холдинга всегда уделяет огромное внимание вещанию на национальных языках. Сохранение культурных традиций, семейных традиций, таких традиционных ценностей российского народа все-таки является Северный Кавказ. За это отдельное спасибо, потому что и семейные традиции здесь очень почитаемы, и отношение к старшим, и воспитание младших в уважении к своим традициям, и, конечно, сохранение языка. Это касается всех республик Северного Кавказа. Фестиваль очень интересный тем, что они дают почувствовать, понять, увидеть, насколько у нас разнообразная страна, и какие проблемы, и радости, и специфика у разных регионов. Потому что мы такой моноязычный регион, Челябинская область, мы на русском языке вещаем, и мне крайне интересно было узнать, услышать, что коллеги вещают на 14 языках, на 5 языках. Для меня это абсолютная экзотика, и я задаю какие-то вопросы профессиональные, то есть как вы это делаете, каким образом. Диплом в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» получила ГТРК «Карачаева-Черкесия» за программу «Страна детства». Автор Марина Кушпова, режиссер Ирина Седакова, оператор Мухаммед Ашибоков. Специального приза фестиваля «Голос Евразии» была удостоена программа «Народные приметы черкесов», автор Муминаты Шерова, оператор «Ислам Урумов». Фильм также был снят в Ауле Алибердуковске, где под треск огня и журчание реки старейшины вспоминают народные приметы и легенды. Получить вот две награды на таком престижном конкурсе, именно профессиональном, это был для нас большой успех и такая вот неожиданность, скажем так. Вот так высоко оценили наши работы. О чем эта программа? Это о Аслане Хутове из аула Алибердуковске, который рядом со своим домом у берега реки Малый Зеленчук соорудил такую детскую площадку, где собирается вся соседская детвора. По вечерам он к ним выходит, он с ними разучивает черкесские старинные игры, которые он играл в детстве, пословицы, скороговорки, они соревнуются, стихи рассказывают. Даже вот соорудил такой барабан, как в поле чудес. Здесь рассаживаются дети, на кого попадет стрелка, тот раскат. Даже призы иногда у них бывают. В общем, очень интересно, сам человек очень интересный. Программа фестиваля была богатой на экскурсии и знакомства с красотами Дагестана. Руководство филиала ГТРК «Дагестан» поблагодарило всех за участие, а также за возможность проводить такого уровня фестиваля уже долгие годы. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Дагестан.